Привет друзья, сегодня мы рассмотрим примеры использования Excel функции Выбор, какие аргументы она использует и для чего применяется. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software, перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы доступные для восстановления, вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Эта функция использует номер индекса, чтобы выбрать и вернуть значение из списка аргументов значений. Она позволяет выбрать одно значение из списка, в котором может быть до 254 значений. Давайте рассмотрим синтаксис функции выбор. Номер индекса должен быть числом от 1 до 254, формулой или ссылкой на ячейку, содержащую число. Если номер индекса равен 1, то функция выбор возвращает значение 1, если он равен 2, возвращается значение 2 и так далее. Аргумент значений 1 является обязательным, следующее за ним нет, от 1 до 254 аргументов значений, из которых функция выбор, используя номер индекса, выбирает значение или выполняемое действие. Аргументы могут быть числами, ссылками на ячейки, определенными именами, формулами, функциями или текстом. Давайте рассмотрим несколько простых примеров. К примеру, у меня есть таблица А3С7. Мне из столбца А нужно найти значение второго аргумента. Для этого я ввожу знак равенства, выбор 2, потому что мне нужен второй аргумент. В качестве значений выбираю ячейки А4, А5, А6, А7 с зажатым контролом. Между значением везде должны стоять точки с запятой. Нажимаю клавишу ввод и вижу результат. Значение с ячейки А5. Теперь, к примеру, мне нужно найти в этой таблице значение четвертого аргумента столбца С, где я ввожу знак равенства, выбор, число 4, потому что нужен четвертый аргумент. Выбираю ячейки С4, С5, С6, С7 в качестве значений. Обратите внимание, между значениями должны стоять точки с запятой, нажимаю клавишу ввод и вижу результат ячейки С7. Рассмотрим еще один пример. К примеру, мне нужно по коду программы вернуть ее версию. У меня есть таблица А3С15, в которой есть коды, но нет версии программ, а в таблице E3F6 представлена расшифровка кода программ. Чтобы вернуть версию программы по коду, в ячейке С4 я ввожу знак равенства выбор в качестве индекса ячейку B4 с кодом программы, а в качестве значений ячейки F4, F5, F6. Выделяю значения и нажимаю клавишу F4, чтобы сделать их абсолютными, чтобы в будущем можно было ее скопировать. Нажимаю клавишу ввод и получаю результат. Теперь копирую и относительно кода получаю версию. В этом случае, если не сделать значения абсолютными, функция вернет неправильные результаты. Распространенные ошибки Ошибка «Имя» возникает, когда функция ссылается на ячейку с такой же ошибкой «Проверьте ячейки» или «Когда ввели неправильное имя функции» Если номер индекса меньше единицы или больше, чем номер последнего значения в списке, то функция «Выбор» возвращает значение ошибки «Знач». На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software, если данное видео было полезным для вас. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok